Сегодня я хочу коснуться еще одного аспекта Тралы Шмага. Конечно, нужно разобраться, ответить на один аспект Тралы Шмага или просто некое общее условие, необходимое для учительства Тралы Шмага. Может, вместе в этом разберемся сейчас. В конце шестого перка и перка и вот он кончается так. Сказано так. Все, что создал Всевышний во своем мире, не создано только ради его славы и почтения. Все, что названо моим именем, созданное для моего Печорского Всевышнего. Это почти конец шестого перка. Более того, у нас есть какой-то послуг в Мишлей. Сказано так же, когда все еще колеша оса шемлемаа Анеу. Так же мы должны объяснить, а так же для маанеу, для собственного почета и славы. Это, конечно, нужно немножко объяснить, потому что что, надо учиться всевышущему эгоизму, все делать для самого себя, но это не так. Есть раз место, о котором мы говорим, врахот шахарит, «Тоб я царь, кого для шмо». Добрый создал подсчет для своего имени. Я когда-то слышал и видел, кроме этого, еще в других местах, «Рабы шапиры, дай Бог здоровья», он сказал так, что возвращает эта фраза, «Всевышущий – это максимальное добро». Весь мир создан для того, чтобы Всевышний нес свое добро в сотворение. Но как мы можем осознать максимального добра? Тем, что мы восслуживаем своим трудом, какой в чем наш труд. Потому что, действительно, мы уважаем, то есть несем славу и подсчет кавод в Всевышнем. Это означает «Тоб я царь кавод ли шмо». И нам можно, действительно, нести ему кавод. Этот кавод – это есть вся тора, вся тора, все заповеди. Это же говорится. «Коль маше брак в душ борху в уламо, ло бара алих вудо». Теперь давайте вечно просто поймем. То есть это замысел всего. Очевидно, конечно, это, если мы говорим про торе, тора ли шма, так это одна из замысел Всевышнего в торе, что тор, действительно, привела, можно называется, кавод. Кавод. Есть тут еще несколько аспектов. Этот аспект, действительно, как замысел самого тора. Тор – это часть общего замысла Всевышнего, уже все привело, так сказать, к его кавод, кавод. И в этом смысле тора не отличается от всего остального. Есть тут еще один принципиальный аспект, что кавод, он абсолютно необходим для решения тора. И об этом можно много говорить, коснусь, может, сегодня немножко, может, там, немножко больше, о котором поговорим. Приводится в конце масяха сута, что, по-моему, это говорится о Врабья Киве, что еще не помню, что другой тор, что когда умер такой-то тор, по-моему, от Врабья Кива, ботель кавод от тара. Что такое ботель кавод от тара? Буквально кончился, и ушел из мира кавод от тара, ушел из мира почитания тора. Почему? Что произошло? До него тор учили только стоя. Только стоя. Почему стоя? Вот, чтобы убиться, надо быть... Вот называется, вместо вещества тора Яшива. Но Яшива, как раньше, учили, стоя. Почему? Кавод от тара. Кавод от тара. Это понятно. Когда приходит... Принято во всем мире. Потому что это не просто просто по торе. Я еще помню времена, когда в Советской России, когда ходил учитель, все вставали. Домой-домой кончилось, я боюсь, от обычаи. Просто весь мир отдаляется от тора, отдаляется от понятия кого-то. Это вещь известная. Вот есть понятие, что человек уважает его вставание. Мы занимаемся божественной торой. Мы произносим слова святой тора, который дал все еще на горе Синай. Этот факт сам по себе требует почитания того, что мы делаем. Это общественная проблема в том, что люди учились стоя. Более того, если мы откроем на Сагат-Магилла в начале, там приводится следующая вещь, что почитание, уважение к торе, кого на тора, это важнее, чем самоизвечение на торе. Потому что, допустим, или еще, допустим, хоронят иммунициаторы, даже одного, причина закрытения губотинового хорона. Это коммунициатора. Коммунициатора. Более того, более того, Рабина Янина, в Шаричуева, в третьих вратах, подробно объясняет, что есть несколько заповедей, которые, за их нарушение, тяжко, оказываются коретом. В чем? В чем грех? В чем проблема? Это добра шем бозу. Он презрел Слово Бога. Есть пальцы квода тора, есть ему противоположные, есть без ее натура. Есть презрение Слова Всевышнего. И поэтому он там говорит, что одна из самых страшных вещей это неуважение к кодовецам тора. И так как мы сейчас хотим говорить сейчас о том, как надо учиться, то есть нечто как бы то, что предшествует учебе, это действительно чтобы у нас было уважение, почитание к торе. И также это еще дальше объясним, что это почитание, уважение в себя включается. я не могу коснуться этой темы, она очень-очень актуальна, потому что если мы немножко глянем на то, что происходит последние годы в Эрдис-Ройле, и на самом деле это происходит на словании многих, так сказать, это война с силами зла многих тысячелетий. Есть старейшее утверждение пристав в Талмуде в Асаке Санадрин, какая нам польза в Талмуде на Курочку не запретили, Аброну не разрешили, какая нам польза от них, какая польза от них. Сегодняшние разговоры, я просто не буду упоминать, называется на их жаргоне Шевьон Бенетель. Это само по себе презрение к Торе, то есть когда говорят, что человек, который занимается Торой всю жизнь, десятки лет, 8, 10, 12 часов в день, он вроде бы не несет ношу с другими, нет безъяна Тора годов внизу, нет больше презрения к Торе. И надо хорошо вдуматься. Если вообще глянем на многие окружающие нас, так сказать, вещи, которые происходят вокруг нас, то мы обратим внимание, что на что направлены стрелы сатана, это поразить, это принизить уважение к Торе, уважение к Торе, сам Торе. Почему? Это очень легко объяснить. Говорит Робин Йойнов Ширичува, что почитание Торе, почитание мудрецов Торе, это причина того, что слова мудрецов будут услышаны народом. Если человека мы не уважаем, то то, что говорит мы тоже не уважаем. Мы тоже не уважаем. Если человек занимается деятельностью, это вещь не уважаемая, это несет уважение к человеку, то наши дети не захотят идти по этому пути. Никто не хочет быть неуважаемым. Никто не хочет. Понятие ковод, хотя нам нельзя за ним бежать, гнаться за ним, но понятие ковод, оно очень истинное. Это очень понятие человеческой души. Небеш называется ковод. Как сказал Давид Мелых, урок войди. Так приводит Баламой в предсловек к брохоту. И поэтому человеку подобает кого-то. Тем более если что-то нам кажется неуважительным, презренным, и точно не хочет заниматься. Поэтому есть ситуация, когда модерититоры уважаемые, уважаемые, и их слова имеют вес, их он расслушается, он принимает их наставление о том, как идти по всевышнями. Торы исполняются. И дети этого поколения видят величие почитания Торы. Они тоже хотят быть такими. Они учатся поэтому. Учатся поэтому. Как-то у меня была на эту тему одна интересная разговор вопросов о пинкусах. Не важно сейчас детали, в какой ситуации это было, он сказал по меня такую вещь. То, что мы уважаем по чтениям за лицом Торы, для них это яд. Яд, человек должен обижать от почитания. Но так как без этого Тора не может передаваться дальше, то нам необходимо давать этот яд. а им необходимо яд о себя исторгать. Поэтому тут нам очень очень именно сейчас ситуация, когда в той земле, когда и все сможет хоть углов вылезает старая старая ересь. Это отрицание важности мудрецов Торы. Вещь не новая. Это очень старое. Это старое оружие сатана поразить Тору, поразить его, сделать его неуважаемым. Это бред неудач неудач скользко счастье. Но все скажем ее. Надо уважать Тору даже в самом себе. В самом себе она уважает Тору. Что имею сейчас ввиду? Скажет другое. Он сказал Полищук, что если кто-то не встает, он негодяй. Он мудрецов не уважает? Нет, имею ввиду. Причем уважает уважение Торе с собой себя человек ведет себя достойно и уважительно что Тору, который несет, так как он бахур и жива. Он обрех. Чтобы Тора была уважительная перед всеми. Пример этого очень простой. Сказано, что кто уважаемый, тот уважает людей. Поэтому уважение Торе с собой в том, что ты уважаешь других. Когда человек ведет себя нерастойно, нет большего презрения Торы. Есть большее, но тоже презрение Торы. Кстати, еще много вещей. Это то, что уже ни разу поминали здесь слова книги Шаровойда Бейна Йойна, что человек знает свое достоинство. Человек знает свое достоинство своих предков, то он не будет делать вещи, которые этого не достойны. Человек должен знать достоинство того, что он занимается Торой, чтобы делать вещи, которые не подобают этого. Это человек ограничивает, безусловно ограничивает. Но нельзя забывать, что Мудрецит Тора называется Малахим, царим. И как было всегда принято во всем мире, был царский этикет. Царь не был человеком свободным. Он мог делать то, что он хочет. Было его ограничение, царский этикет. Он даже вести подобает как любимый сын царского дома. Это касается в самом себе. Это касается уважения к книге Торы, к любой сепартура книгам Торы. Чего у нас проблема? И слава Богу находится в этом мидраше. Уйдущим Гитовки Абхазду. Есть такое понятие Либо Гасба. Он когда привык и как-то чувствуется налегке. Знаете, есть такое понятие, вы еще не учили Масаэд Ктубот, не все. Это хорошо, короче, когда он женится, его о нем можно сказать, что Либо Гасба и что? Это близости. 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 У нас ситуация, когда мы занимаемся Торой, то есть человек Либо Гасба буквально чувствуется налегке. Нелегке. Это проблема. Проблема. С одной стороны, надо чувствовать себя с Торой очень близким, от Госта не потерять уважение и почитание к тому, что мы учим. Уважение почитаем к книгам, которыми мы занимаемся. Маленький пример. Есть Аллахот, простые. Надо просто их помнить, чтобы не напоминали о уважении к Торой. Не бросают сифровые коды. Не бросают. Не кладут на них то, что не касается к святости. То есть сифровые, но не сифровые, но не другие вещи. То есть это вопрос квороттора. Квороттора. Это очень важная вещь, квороттора. И человек вдумается много аспектов, то даже какие вещи все эти добавляют к квороттора, а кие его уменьшают. Особенно важно именно в периоды, когда нас наступает со всех сторон призрение к квороттора, чтобы мы сами в своих глазах уважали в себе Тору, которую мы учим, уважали и в других. В себе есть проблема, человек может возгордиться, для него это подобно яду, но других у нас такого проблемы нет. Можно кормить товарища поишевым ядом, этим ядом имею ввиду, уважать его. Вот он очень обожает его. Просто поймем эту вещь. Человек побросил много-много возможностей в мире, повсюдил себя даже несколько лет в учении Тора. Честь ему и хвала. Честь ему и хвала. и надо его это уважить в нем. Я же не говорю о отношении к учителям. как-то учителям как Фридмана оставайтесь в цифрах. Например, так. Надо научиться уважать Тору ребенка, который учит хумыш, а потом понять, что есть мальчик, который учит мишный йод, еще больше уважения, а дальше уважать Тору мальчика, который учит гомору, еще больше. молодой человек, юноша в Ишевиктане учат Тору три седра в день, а тем более Бахур и Шивак Дула. Давайте просто посмотрим. Бахур и Шивак Дула седра учат уже 80 лет. 80 лет Тора, в Питере много Тора. Надо уметь его уважать. Уметь его уважать. даже если это мой сын я имею ввиду. Не только какой-то другой, даже это мой товарищ. Надо его уважать. А тем более Аврех, которым много лет учатся, несмотря на всякие сложности, тут есть, слава Богу, Аврехим, знаю, что не так просто учиться. Есть бремя семьи, бремя непростое, когда все старается всеми силами учиться. достойно уважения. А тем более те, кто нам Тору преподает, тем более большие раба ним, тем более, тем более, тем более большие Раши Шивот, тем более, тем более Гдолея Дор. Надо просто знать, есть большая градация. Если мы не понимаем, что надо обожать Тору в ребенке, то мы никогда не поймем, как нам же Тору в великого до Сатур. Не понимаем, просто это. Мы не понимаем, что даже небольшой уровень Тору достойно уважения. И круг горючего уважения дело не просто в действиях, а действия тоже. Действия тоже. У нас есть запад истории «Лефней сивата кумба и дарта пней закена». Что такое «Дарта пней закена»? Закена тот, который был мудрость. Иван говорит, что надо встать. Надо встать. Более того, мы все ученики Бавилонского Талмода. Представляете, на нашем Досе Бавилоне они реально являются действительно учительами всего народа Израиля во всех веках. Мы уже не раз здесь говорили, что недостаток учеников Руби Акива, почему они ушли из мира так террорически, они недостаточно уважали друг друга. Мы уже объясняли, что Талмода должен передаваться с уважением к Толю. Это необходимо передать Толю дальше. В этом смысле мудрецы Вавилона они исправили эту ошибку. В чем не исправили? Мудрецы Вавилона будучи товарищами, будучи хаврутой, они вставали один перед другим. И по закону это не обязательно. Не обязательно. Но них это было проявлением квадратора. Более того, особое уважение должно быть к хавруте. Почему? Это как точки зрения паскипчера, постоянная хаврута, учится постоянно, она больше у человека, чем все его учителя. Поэтому дин хаврута, то есть хаврута это как раба мувхак, как сам вовольный учитель. Поэтому у меня была хаврута в тифрах, которая сказала ему, что он пытался вести усажение по этому поводу, он вставал перед своей хаврутой, так и вот тот уже просил оставить его в покое, что не можешь, не вставал. Ну, понимаете, сейчас не надо вставать перед хаврутой, не надо вести вещи, которые не приняты, но надо уважать хавруту. Мать девчон это идея. Знаете, я об этом много раз говорю и еще буду говорить, Бернатор, есть два товарища, они выразили, извините за выражение, в одной песочнице. Они могут быть фамильярны с друг с другом в 20-20 лет, в 25, в 30, как будто бы они сейчас из одного детского сада в одной песочнице. если они вместе учат Тору, я вижу в этом недостаток. Потому что он твой товарищ, все правильно, да, он не выше тебя в Торе, но и все в Тору, это причина его уважать. Нет такого закона, надо называть его Рав, нет такого закона. Видим в Талмуде, в том же было в Бавловском Талмуде, что Амурим называли друга по именам. Мы это видим четко. Нет такого обязательности. Вопрос просто тут приучить себя к уважению. А тем более, например, то, что я лично, для меня это очень трудно видеть. Приходит, допустим, молодой парень, только еще в Ешиве безгоду неделю. Все очень ученики, которые очень трудно 10-15 лет, для него наподин брата, ты, 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 ты. Он не понимает, что он еще в Торе пока при всех достоинствах он только начинающий. И человек того, что в Торе 10-15 лет, он, конечно, человек скромный и будет говорить с тобой на ты, и будет очень скромный и так далее, но а что с уважением к его Торе? Да, он не обидится и он простит и даже болит его, сказав в Кедушин, что его обращение имеет силу, но дело сейчас не в западе между нами и им, мадам не обижается очень хорошо. Но а где тут наша Кважа Тора? Эта вещь, мне кажется, очень важна. Это вообще основа в отношениях Торы и мы закончим сегодня. с кедушином с кедушином с кедушином с Продолжение следует...